Альф попробует завершить прыжок на невероятный для него высоту. А вы смотрите фото-камеры и всё внимание на мяч, висящий над водой. Вот так! Вот видите, друзья, если в жизни чего-то очень сильно захотеть, всё обязательно получится. И даже такому огромному великану можно напрыгнуть до веча. Но вот морскими канарейками белух называют нескольцом. Знаете, учёные насчитали около 50 звуков, которые могут издавать белухи. Связь, шелчки и клёка. В песне белухи мы можем услышать даже крик чая, шум прибоя. Это самые разговорчивые дельфины из всех видов. Друзья, и пословица «релить белугой» относится именно к нашему артисту. И никакого отношения не имеет к благородной рыбе, а сетровых пород белуги. Друзья, наш Альф для вас исполнит арктическую арию. И как самый настоящий певец, петь её будет по нотам. Так. Мы петь как собираемся, Кирилл? А? Не знаете? Нет? Друзья, вы не знаете, в чём дело? Ноты переверну. Не знаете? Знаете. Но ноты надо же... Хорошо, когда у нас есть внимательные гости. Кирилл, вы ноты переверните. Альф уже, посмотрите, кустиком устал показывать. Всё. Но ты на месте. Альф, давай быстро возвращайся. Альф, тебе вообще-то уже гости аплодируют. Ну что ж. Песня «Белухи». Браво, Альф! Друзья, это была Ария из оперы «О, как люблю тебя свежая ставрика». Альф, ну что у тебя за шутки сегодня? Ну я понимаю, погода вот такая хорошая, настроение такое же замечательное. Но Кирилл, ну зачем отмевать? Ну правильно, друзья. Он просто вас хотел повеселить, чтобы вы ему подробнее поаплодировали. А знаете, вообще-то эту шутку мы можем использовать даже в следующем номере. Правда, Кирилл? Можем? Конечно, можем. А знаете, какой номер у нас будет? Очень изящный. И очень грациозный. Слышите, уже милогия звучит. Наверное, многим из вас знакомая. Помните мой фильм? О дружбе дельфина и человека. Маленькой девочке. И вот эта прекрасная мелодия. Наш Альф будет кружить вонись. Пускай вот так. Друзья, ну вы же знаете, что в тишине этот звонок совершенно неинтересно. Создаю, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Загласитесь, очень красивый танец, да? А знаете, и танцева, которому бывает, тоже неинтересно. Поэтому Саша решил пригласить себе в воду своего лучшего друга. Своего тренера. Друзья, этот танец сегодня посвящается вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Превосходный танец. А знаете, ведь Кириллы, они действительно самые настоящие друзья. Их просто не разлить водой. А настоящий друг всегда вам всё поможет. И даже лянуться на сцену. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самые настоящие товарищи. И думаю, нам людям такой кружки ещё и дельфинов получают порно. А скажите, вы все заметили, как пенью наплавает в Машаре? Да! Заметили? Ну конечно, ведь по сравнению со стремительными черноморскими аквалидами Белуху можно назвать морским тихоходом. Ведь двигается водя Белуха со скоростью всего два километра в час. Но знаете, это тоже большое преимущество, когда так неспешно плаваешь в воде. На своей побочей смене можно покладеть другу и совершить настоящую морскую прогулку верхом на белом ките. До зависти! Всем морским в порядке! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это я понимаю морская прогулочка, правда? А кто-нибудь из вас мечтал прокатиться верхом на дельфине? Конечно, мечтал! ПЕЛУЮЩЕЙСЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну что ж, встречайте! Керев Юм-чук! ПЕСНЯ Друзья, а ведь белухи не рождаются белухи. Рождаются белухи темно-коричневого цвета, взрослее становятся темно-синими, словно весна океана. И только став совсем взрослыми, превращаются в белоснежных ангелов арктических морей. Наш ангел, Маша, по прощению, Крылов, Курников. До свидания, Аль. Друзья, на очередь скорого свидания, ведь сегодня с Альпом вы встретились еще раз после нашей программы и сможете остановить прекрасную фотографию с милоснежным ангелом. До свидания, ребята. До свидания, ангел. Друзья, ну а следующий наш артист, в отличие от белоснежного Альфа, жителя северного полушария Земли, житель южного полушария Земли, обитатель пляжей Чи, Перу, Аргентины, местные жители этого зверя называют Лобоварина, морской волк. Но намного больше известен, как морской лев. Встречайте нашу красотку. Вот такую вот очаровательную. Матагонийскую морскую лицу. Девушка, девушка, да что же это такое? Вы посмотрите. Как увидела блонтины, сразу растаивают. И все тут даже. Ну что это такое? О, посмотрите. Это оказывается мы за угощением тут ныряли. Видимо наш Альф подарочек для своей соседки припас. Видите, вот так. Вот она дружба нашим артистам. Посмотрите. Ну как можно, вот скажите, не поделиться вот с такой красавицей. Правда, друзья? Спасибо за то, что ты. И ты будешь, что ты будешь. Вот, что ты будешь, что ты будешь, что ты будешь, что ты будешь. Закомолиться, друзья. Для вас сегодня будет выступать очаровательная любимая сова Пипа. Пипа. Вы готовы. Точно это любовь. К своему тренеру. Петр Клодицын. Петр Клодицын. Что делать-то будет? Друзья, сейчас быстро все исправим. Уфорку доведем на нашей сцене. Видите, у нас хозяйка есть. Вот. Что делать? Вот. И вот так, все-таки вам нужно помочь девушке. Это просто вот долг мужчины. Всегда им во всем помогает. Как вы думаете? Правда? А вам, друзья, желательно помочь аплодисментами нашей артистке. Я думаю, все. Обиделась. Пипа. Но что ты будешь делать? Это, ну, вы все-таки мужчина. Но попробуйте уговорить нашу голосовку. Она все-таки у нас юшатка. С горячей крови. Чем. Пошел бы. Спасибо. Ну вот. У нас нет на уборке. Тут годные процедуры, оказывается, в правом ходе. Правда? Ну все. Свяжились, пришли в чувства. Тут точно придется теперь уборкой заниматься. Пипа. Одеваться некуда. У нас гости собрались. Все ждут, когда же ты будешь удивлять их своими чудом иранами. Попробуй. Правильно. В субботу. Ну то же в субботу убираемся. Правильно? По субботам отдыхать нужно. Вам придется уборками заниматься. Ну ладно. Вот. Виделка воды мы наконец-то набрали. Но неужели? Вы посмотрите. Вот он действительно настоящий мужчина. Вот правильная сцену. Швабра Метр играет. Но пипашки. Можете стороне остаться. Можете вместе со своим зрением так? Навела небольшую курочку. Писи. Ластик. Все, пипа. Теперь готово? Конечно. Все готово. Ластик. Аскер. Все. Все. Взяток в порядок. Времени. Поаплодировали наших дружиней. По нашей команде. Так. Ну а теперь будем начинать программу. Пипа, что с компетом. Будем? Давай. Вот так, друзья. Комнется пипа. Вот видите, какая чудесная стойка. На купе была исполнена нашей молодой артистке. Я думала, что раньше такой стойки можно было подождать. Я не прошу. Буквально несколько лет. Вот, 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 вот. Молодец. Комненько. Мы сейчас еще будем. У нас просто сегодня проблемы с электричеством. Постоянно пробки набивают. Постоянно пробки набивают. Действительно, у нас пипа южанка. В южном полушарии, в зале, знаете, только трещьевая артистка потеплее будет, чем у нас осенью в черном море. Ой, нас там попало. Пипа, а может быть, вот ты будешь плавать, еще и колечки за одно положишь. Как ты считаешь, пипа? Попробуй. Давай еще раз. Ну, что такое, а? А он будет приголовить кольца на сцене. Ну, смотри, как здорово получается. Вы так далеко не отходите. А пипа не поймает колечком. Есть! Браво! Ну, посмотрите. Все вот в свой модель. Ну, знаете, друзья, чтобы так ловко справляться с трюками, стоять на дубе на передних ластах, как здорово ловить колечки, нужно с беру научиться ходить по сцене на передних ластах. Паритов, я хочу открывать в честь минуту, чтобы вам показывать наша пипа. Стоечка. А что с пипой? Это что, моплорок? Да. Друзья, давайте быстренько приведем в чувство нашу артисту. Вы ей поаплодируете громче? Правильно. Вот видите, какая чувствительная там кровь у нашей пипы. Настоящая южанка, да? Вот, чтобы она не впадала в такие полу-морочные состояния, поэтому лучше всегда громче ей аплодируйте. Ну что ж, а мы будем сейчас по-дващие аплодисменты. И будем... А мы будем танцевать, друзья. Это наша пипа уроженка далекой Латинской Америки. Сами знаете, континента зажигательных танцев, веселых ярких карнавалов. Правильно, какие могут быть карнавалы в тишине, да? Мои стороны, поставьте что-нибудь одно, по зажигательнее. Что-нибудь, Латину какую-нибудь, а? Это у нас, девушка, в музыке очень расхорчиво. Нет, это Латина, это Рокен Ролл. Рокен Ролл. Рокен Ролл. Рокен Ролл. Ну, думаю, латинские танцы его тоже неплохо танцуют. Рокен Ролл. 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 А вы нам давайте круче поаплодируйте. Смотрите. Меткий бросок. Вот так. И попозируем перед вами. Так, Вадим, а почему не хотят застынухать? Что такое? О, все, ясно. Дай, любимая игрушка. Мячик. Друзья, а когда мы с ним сейчас не будем играть, мы для вас трех интересных покажем. На старт спешит Толли. Смотрите. Без мячиков. Так. Видимо, кто-то не успел подаппарат настроить. Хорошо. С самого начала. А теперь. Ох. Смотрите. Меночек. Держите, Вадим. Да, действительно, дедмины замечательные. Они плавают здорово и так красиво прыгают. А знаете, как они ходили к музею? Потому что вы знаете, что дедмины еще ходят? Да, это упущение. Смотрите. Бегущий по ламам. Друзья, а ведь дедмины действительно когда-то хотели. Но это было много миллионов лет назад, когда дедмины жили на суше. Но вот по неизвестной причине они решили вернуться обратно в воду. И лучше пусть об этой истории не вам сами расскажут. Браво! Просто феноменальная память, правда? История была много миллионов лет назад, а до сих пор помнят. Но знаете, друзья, у нас получилась такая замечательная песня. И чтобы так пить, как минимум, нужен хороший звук. А вот чтобы вас так звать, нам необходимый танк, музыка на современном мире. И, конечно, ваши аплодисменты. Антисменты. Вот так мы, конечно, наши артисты еще танцевали, танцевали и аплодисменты ваши слушали, но все-таки дельфины еще чуточку попрыгают. Но при этом очень необычному для дельфинов прыжку необходимо подготовиться. Смотрите, дельфины устанавливают своеобразное крепление. Итак, мы натягиваем длину к ручку. Давайте веревушку повыше поднимем. Еще повыше. На максимальную высоту. Итак, спеша на старт. Вдольте и за. Друзья, посмотрим, справятся ли с этим препятствием дельфины. Конечно, справятся. И на обратном пути. Вот так. Легко взять и планку. А знаете, в чем необычность этого прыжка? Ну, вроде бы, что тут такое, да? Веревочку вперед. Ничего сложного. А ведь в природе дельфины никогда не при каких обстоятельствах вообще не привыкли через незнакомые препятствия. Но откуда ведь не может знать, что находится там, на другой стороне. Ну, а наши артисты с любыми заданиями справляются играючи. Потому что играть дельфины очень любят. Ну, а чтобы поиграть с таким мячиком, можно проявить себе головку. Знаете, любой мячик в сумках не удержать. А вот способ очень быстро наиграть. Мяч с нашим плавничком, как с ладошком. А вы свои ладошки для аплодисментов используйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, вот он всегда самый первый любой предмет доставит. АПЛОДИСМЕНТЫ Доли! Вот видите, насколько дельфины умны и сообразительны. Они всегда дают способ, как можно доставить тренеров абсолютно любой предмет. И вы не раз еще в этом убедитесь во время нашей программы. Но, ни что о дельфинах не говори. И сколько ни рассказывай. О дельфины, непревзойденные прыгуны, совершают они прыжки на огромную высоту. Но открыто горе, для этого нужно развить очень большую скорость до 50 км в час. А здесь достаточно слегка раздлежаться. И вот так! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот и дорог тренера было 4 метра. Представляете? Ну что ж, конечно, дельфины освоили очень много премудростей и очень много научились. И вы посмотрите, они даже освоили искусство живописи. Друзья, сейчас на ваших глазах наши молодые художники будут создавать шаги.